И в итоге получаются те самые баллы, которые являются уже окончательной оценкой фигуристов. Вторая пара из Польши. Юстина Плутовска и Петер Гербер. Петер Гербер сам канадец, но вот объединился он с польской фигуристкой, выступают они сейчас за Польшу. Об этом тоже уже достаточно много было сказано, поскольку в той же Канаде очень трудно бороться за высокие места, там очень сильные дуэты. И вот тот же Петер Гербер, понимая, что из Канады ему прорваться на тот же чемпионат мира нереально, нашел себе партнершу в Польше. И вместе с ней будет выступать и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Вот в прошлом сезоне они были на чемпионате мира в своем первом, вот в таком составе были на первом чемпионате мира в Канадском Лондоне. Заняли там, правда, невысокое 27 место, то есть в произвольный танец не попали. Вот здесь такая как бы объединенная сейчас была поддержка, комбинированная так называемая поддержка, она состоит из двух частей, то есть поддержка, когда двигались по дуге, а затем переход в поддержку с вращением. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы видели сейчас вращение, там для того, чтобы получить высокий уровень, нужно не менее 6 оборотов сделать в этом вращении. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И, естественно, все это должно выполняться, соблюдаться, иногда сами фигуристы выражают недоумение, почему, допустим, на дорожке шагов или там на вращении им поставили уровень, не тот, на который они рассчитывали, рассчитывали, скажем, на четвертый, а получился второй. Ну и приходится какое-то время выяснять все обстоятельства, чтобы убедиться, что арбитры были правы. Таких примеров масса, когда сразу после соревнований фигуристы только на следующий день наконец-то выясняют, почему получили они уровень не тот, на который рассчитывали и который, как им казалось, должен был быть. А зависит от этого очень много, потому что тут же четвертый уровень базовой оценки может быть где-то 8 баллов у четвертого уровня, у пятого, у второго уровня всего 5 баллов базовой оценки, так что почувствуйте разницу. Три балла и, естественно, все это очень серьезным образом сказывается на итоговой оценке. Ну вот, польский дуэт, который тренирует Игорь Шпильбанд, он же является и хореографом этой пары, вот они получили за техническое мастерство оценку более чем на 3,5 балла выше, чем предыдущая пара из Италии. Ну опять же, вот это такая незастывшая информация, вот мы видим 40,87, но вот можно будет, да, вот увидеть как раз то, что я хотел сказать. Она неожиданно выросла, чуть-чуть выросла, но это опять же говорит о том, что какой-то пересчет может быть связанный с изменением уровня какого-то элемента, но это все можно уже выяснить. Видите, а сейчас раз и падает оценка. Допустим, серию Твизлов им поначалу посчитали как третьего уровня, а сейчас вот я уже вижу, что она только второго уровня. И все это приводит к тому, что где-то больше 3,5 баллов они выигрывали у тех же итальянцев за технику, а сейчас этот разрыв уже сократился до полутора баллов, но чуть больше, правда. Ну вот это и есть коррекция оценки за технику, в оценках за компоненты там немножко проще, если так можно сказать, потому что там выставляется за каждый компонент какая-то оценка, они потом просто суммируются. А здесь идет тщательная проверка видеозаписи, вот количество оборотов, арбитры проверяются, действительно ли на четвертый уровень они исполнили вращение. Ну в данном случае это вращение, которое мы видели, оно им дали четвертый уровень и еще с плюсом. Игорь Шпильбант и Барбара Фузар Полли, мы видим, что она и к этой паре тоже имеет отношение. Ну вот я обратил на это внимание еще накануне в коротком танце, потому что знаменитая итальянская, то что фигуристка, чемпионка мира, с Маурицем Маргали, они выиграли чемпионат мира 2001 года, который проходил в Ванкувере. Ну вот сейчас она успешный тренер, и консультирует, тренирует и консультирует очень много дуэтов. Так, оценка 75,94 балла. Спасибо.